Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынков от компании Тикмилл и сам я, Артур Идиатурин. Волна праведного гнева коллег по цеху станет непростым испытанием для прощального свидания Марио Драги в среду. Главе ДЦБ придется объяснять, почему непримиримая позиция отдельных чиновников и даже уход в отставку одного из них ставит под угрозу гладкое воплощение балетики или почему безопасно игнорировать рост разногласий внутри ДЦБ. Объявив новую волну стимулирования в сентябре, включая снижение процентной ставки по депозитам и программам выпукла активов, Драги будет необходимо постепенно переходить к обсуждению технических подробностей. Суть основных вопросов на пресс-конференции должна сводиться к достаточности боеприпасов и эффективности. Нет смысла наращивать баланс и снижать ставку, если цель – запас исключительно рыночных инфляционных ожиданий, то бишь ожиданий инфляции, закладываемых в цену облигаций. Это работает только в режиме постоянных сюрпризов, то есть необходимо постоянно превосходить ожидания для достижения их необходимой подстройки. Если программа не способна подстегнуть реальную кредитную активность, то ее необходимо сейчас воспринимать как временную меру перед переходом к парадигме доминирующего фискального стимулирования, то есть к тому, что напрямую воздействует на спрос, а не опосредованно через канал процентной ставки. Здесь я привожу краткие итоги заседания ИЦБ в сентябре. Красным отмечены те параметры инструмента политики, которые требуют уточнения, и подробности по ним смогут потенциально воздействовать как на европейские банды, так и на евро. Правда, маловероятно, что Драги возьмет на себя ответственность сейчас говорить за лагар, то есть давать ясные комментарии о среднестрочных или долгосрочных параметрах инструментов политики. Говоря конкретнее о параметрах количественного смягчения, они интересны, поскольку предложение долга, то есть облигации правительства, ограничено объемом предложения на рынке плюс скоростью эмиссии. А скорость эмиссии, по сути, это фискальная дисциплина. Заявление о неопределенном конце программы количественного смягчения вступает в противоречие, а именно требует уточнения, так как по некоторым оценкам покупки ЕЦБ исчерпают предложение качественных немецких бандов уже через 9 месяцев. Как в таком случае ЕЦБ будет продолжать исполнять программу, неясно, поэтому рынку нужны уточнения. Причем выявленные противоречия, то есть противоречия между неопределенным концом программы и ограниченным предложением бандов, они сужают пространство, будем говорить, для комментариев до установления каких-то сроков или ограничений программы, что, конечно же, благо для евро. Что касается градации ставки по депозитам, это известная мера ЕЦБ, которая призвана снизить нагрузку на банковский сектор, это rate tiling. Стоит упомянуть интересный контур-эффект, возникший на рынке. Снизив процентную ставку и одновременно объявив об освобождении резервов банков от отрицательной процентной ставки, которые в 6 раз превышают регуляторный минимум, ЕЦБ получил рост стоимости заимствований на рынке, то есть совершенно противоположный эффект. Некоторые банки, ожидая освобождения средств от сдержек, то есть от отрицательной процентной ставки, будем говорить, изъяли средства с рынка, перекинув их на резервы ЕЦБ. Естественно, это снизило продолжение средств на рынке, что как раз-таки вызвало рост стоимости заимствований. Если проблема не исчезнет, то rate tiling, то есть градацию ставки по депозитам, вероятно, придется ужесточить. То есть комментарии по этой теме, если проблема будет присутствовать, следует ожидать на будущих заседаниях. А на сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду.